Всем привет! Сейчас я вам назову 10 фактов обо мне и Косте, а вы попробуйте угадать один, который будет неправдой. 9 будут правда и 1 неправда. Кто угадает, тому передам привет в следующем видео. Итак, поехали! Больше всего в детстве я любила играть в футбол с мальчишками и гоняла с ними во дворе часами мяч. Когда я познакомилась с Костей, мне было 12 лет. Я родила Настю в 18 лет и забеременела Катей, когда Насте был один годик. Костя хотел назвать Настю Полиной. В детстве я любила часами общаться с пенсионерами и взрослыми людьми. Костя всю жизнь мечтает о мотоцикле. Моя бабушка пережила блокаду Ленинграда и ловила на крышах бомбы руками и кидала их в ведра с песком. Я в детстве ела лимоны и при этом не кривилась. Многие советовали мне стать писателем. Когда я родилась, Косте было 13 лет. А также я хочу вам напомнить, что у меня на канале идет розыгрыш двух новеньких телефонов. Поспешите принять участие. Уже очень скоро будем разыгрывать. 23 числа будет окончательный розыгрыш. Это очень просто. Можно выиграть новый телефон. Вообще почти ничего не делая. Только подписавшись на канал Комфи Полезный Лайфстайл и на мой канал Вредина Лайф. И все. В описании к этому видео я вам оставлю ссылочку, где надо оставлять свои комментарии, чтобы выиграть эти телефоны. Не под этим видео, а под видео «Я Дед Мороз и разыгрываю подарки». Ссылочку на него вы найдете. И в этом видео там тоже есть подробная инструкция. То есть, что надо написать. Вы должны оставить свой Инстаграм или ВКонтакте, если вы выиграете, чтобы я могла с вами связаться. Там, под тем видео. Я тут придумала одну штуку. Хочу прикрепить листочек на холодильник и записывать, что надо купить. Вот так ходишь весь день, там порошок закончился, там вот у Алисы закончился гей для умывания. И потом куда-то едешь и забываешь то, что нужно купить. В идеале надо будет какую-то такую специальную купить. Знаете, крепится на холодильник, такая досточка специальная, и на ней там мелками записываешь. Хотя мелками. Так листик сорвал, взял с собой, пошел в магазин. Не знаю. Так закреплю бабушкиным магнитиком. Ты знаешь, что тебе магнитик присылали, вот это с сердечком, это для тебя? Нет. Так, первое, стиральный порошок. Порошок. Второе, гель для Алисы. А, третья, ручка. Да нет, у меня где-то есть же ручки, которые мне на Новый год подарили. Как всегда. Самый нужный момент. А сейчас я хочу передать приветы тем, кто отгадал, сколько раз встречалось слово вредина в прошлом влоге. Это Ксения Олешкина. Привет тебе. Ангелина Стасюк. Приветик, Ангелинка. Немножко по-разному все отвечали. Кто-то увидел меньше, кто-то больше, но все равно это засчитывается. Привет, Диане Митькиной. Привет, Диана. Желтунчик Ти Ви. Приветик. Аня Гарифулиной. Привет, Анюта. И Анита Лав. Привет тебе, Анита. Получается, конечно же, намного больше людей угадали и писали в комментариях, но я выбираю выборочно. Я же не могу там тысячу приветов передать в одном видео. Так будет и дальше. То есть, кто будет прав, кто правильно напишет, я буду выборочно передавать привет. И вы на это не обижайтесь. У вас будет в каждом влоге возможность попасть тоже, чтобы вам передали привет. Достаточно в каждом влоге участвовать в том, чтобы выбирать правду или неправду. Думаю, это сделать постоянной рубрикой. А у нас тут яйца. Мне их передали как подарок для Алиски. Но мне кажется, ей все-таки рановато таким играть. Сейчас распакуем и посмотрим с вами, что там такое. Маха примчалась тоже посмотреть. Так, Махонька, давай я разрежу этикетку. Вот такой лоток яиц. Что там будет внутри? Прикольно. Внутри яйца реально похожи на настоящие. И в каждом яйце кто-то живет. В инструкции написано надо тереть долго картинку и тогда яйцо можно будет открыть. Ну, сейчас попробуем. Слышите? Там кто-то есть. Так, тереть. Слабжишь, его тут надо тереть. Оно вроде должно то ли цвет поменять. Я даже не знаю, как это правильно делается. Ага, меняет цвет, да? Смотрите. на какой-то фиолетовый или розовый. И сколько так надо тереть? Я так скоро пальцы сотру. Но мне интересно. Смотрите, еще более розовым стал цвет. Совсем другой. Вот. А если я отпущу, он опять потемнеет? Кажется, опять темнеет. Напишите мне в комментариях, у кого была такая игрушка, может быть. Давай. С ума сойти. Откройся. Откройся уже. Мама. Ого. Я так на него надавила, что оно просто... Смотрите. Разлетелось на кусочки. И в нем вот такая коровка с крылышками, блестками. Зеленая корова. Вот. А это что такое было? Так. Ну, вроде как в этих яйцах во всех должны быть разные игрушечки. Но их тереть всем мне абсолютно не хочется. Интересно так. А так не откроешь. Ну, вообще не открывается. Вот когда трешь, трешь, трешь. Интересно, в чем фишка? Давайте посмотрим. Что здесь сзади этого сердечка? Ничего нет. А в чем же тогда фишка? Непонятно. Есть ли на него просто надавить? Нет, не открывается. Интересно. А зачем здесь деланы дырочки? Чтобы животным воздух попадал. Кошмар. Давайте попробуем еще розовенькое яйцо потереть. В общем, рисунок у меня уже почти стерся. Но яйцо еще не открывается. Так что буду тереть еще. У меня возникает ощущение, что, может быть, от нагревания от пальца оно открывается. Никак. Это яйцо я никак не могу открыть. О, есть. Просто надавила пальцем, и оно лопнуло. В этом яйце... Вау, какой ягненочек. Гляньте. Маленький, желтенький. Тоже с такими крылышками. Но я больше не готова тереть эти яйца. Если вам интересно, кто попадется в следующих, я, наверное, когда на выходные Настя с Катей приеду, им отдам это, и пускай они их открывают. И тогда мы с вами посмотрим. Потом этими милыми зверюшками, конечно, можно играть. Но Алисе я пока еще их не дам, потому что она тащит все в рот. И вот здесь вот то, что покрыто этими блестинками, мне оно не внушает доверия, чтобы тянуть его в рот. Вот. Поэтому. Поэтому подождут, пока она подрастет. Оставила нижнюю часть скорлупок. Так красиво получается. Действительно, чем-то похоже на настоящую яичную скорлупу. Когда разламывается, то она так отходит кусочками, как настоящая. А на ощупь они, конечно, на настоящие яйца не похожи, но они очень гладенькие и приятные. Приятные на ощупь. Как такая пластмасса гладенькая на ручках, вот, например. Вот. Ну, такая достаточно интересная, скажу вам, игрушка. Вот. Если бы это ребенку лет 5, наверное, подарить, мне кажется, вообще много восторга бы она вызвала. Я дала Тишке и Чите вот такие little one колоски и Тишка уже и хлопает. А Чита слышит, что он там грызет и думает, что там и где. Сейчас, наверное, к нему побежит. У меня такое ощущение, что она не поймет, как пролезть наверх. Давай, соображай, включай логику. Куда надо прыгнуть? Вот туда, к елочке. У меня тут сохнет шарик, я его покупала. Смотрите об этом видео на канале Хомки. И обтирается обо все, обо что только можно дома. Да, Шрюська? О, догадалась. Догадалась наконец-то. Костя звонил в банк, все еще ждем. Кредит одобрили, но они там между собой банк и автосалон какие-то бумаги оформляют. Я даже не знаю, сколько дней это займет. Вчера ждали, сегодня ждем. Я сейчас несу кролику завтрак и никак не выпью свой чай, потому что горячий. Я люблю такой тепленький. Не совсем такой, чтобы был холодный, но и не сильно горячий. Катюха, спасибо тебе еще раз за чашку, с нее очень приятно пить. Кто у нас живет в Африке? Вот это слон. Видишь, слон, это самое большое животное. У него такие бивни есть, а вместо носа у него вот такой большой-большой хобот. Больше хобота, у слона только сопли. Папа, чему ты учишь? В правде жизни. Зебра, видишь, зебра, то ли черная в белую полоску, то ли белая в черную полоску. Непонятно. Черно-белая, как старый телевизор. Ящерица. Бегает там по пескам, прячется, зарывается. А это бегемот. Неповоротливый такой, большой, толстокожий зверь. А это страус. Страус очень быстро бегает. Очень-очень быстро бегает. Иногда голову в песок засунует. лев. Это лев, царь зверей. Ты в курсе, что и ты, и я по гороскопу львы. А не всякая там мелочевка. Скорпиончики там, весы какие-то. Где собачка? Покажи. Где аф-аф? Покажи пальчиком собачку маме. Вот цыпленок. А это пчела. Давай собаку искать. Это будка, да, но собачка вышла из будки. Где собачка? Давай пальчик. Вот она, вот собачка. А это кто? Гусь. Га-га-га-га-га. Га-га-га-га. Вот сейчас Алису так. Кусь. Кусь. Кусь, кусь. Спросила, где осел. Сейчас думаю, как покажут пальцем на папу. Она, у нее не такие жуткие, как у тебя. Она культурная девочка. Но учиться она будет именно от меня. Да. Корова где? Му-у-у. Где корова? Где корова? Му-у-у. Ну, покажи ее пальчиком. Му-у-у. Корова. И еще корова. Раз, два, три. Три коровы. Да? Тридцать три коровы. И собака. Тридцать три коровы. тут только три. Глазки. А еще у нее есть рога. Смотри, видишь, это рога. У нас такого нету. Сейчас пошутишь, так пошутишь. Да? Ну да. Спилил. Ух ты! Что тут построили Алиса с папой? Ничего себе! Класс! Алиса тут рисует рисунки. Двумя руками рисовала и левой, и правой. Одновременно. Да? Ну, не той же стороной. Вот этой, держи. Алиса, только не постой. По бумаге надо рисовать. Отмывается. Вот такие у Алиски рисунки. На улице сегодня снежок. И мне кажется, Алисе нравится эта погода. Да? Тебе нравится, Масик? Только мне не нравится, что на губы облизывается. Восторгов не выражала. Ну, рассматривает так все. Снежок идет, доченька. А вот зря ты ей капюшон не надела. Ей же там насыпала, наверное, запазуху. И у нее ж нету этого шарфика. Не знаю, не поздно одевать. Слушай, садитесь уже, мне вон стекла чистить надо. Что там папка делает, а, Алисочка? Чистит машинку, чтобы мы могли поехать. Мы уже дня три никуда не ездили. Или четыре. Вот как Алиса заболела, так мы и не ездили. Но теперь очень надо купить животным продукты. Поэтому мы едем в зоомагазин. Я люблю наблюдать, как Костя чистит машину. Как из непроглядных стекла становятся прозрачными. Мы приехали к магазину. Хочу купить тете Дине там хлебушек, кефир, молочко. И зайти узнать, как ее здоровить. Вышли с Костей, думаю, что он смеется. А он мне говорит, смотри, он лоджик. Сколько мешков забили. И какая вместительность лоджик, которую он мне предлагал купить. Но мы не такую выбрали машину. Так что можете продолжать писать предположения. Ой, подскользнулось. Пишут. Ну да, думали за эту лоджи. Киа Спортич думали. Но правильный ответ буквально два-три человека тоже написали. Телефон взяла? Не, я не взяла телефон. Надо было с моим телефоном. Мне Костя предлагает зайти в магазин техники. У нас там какие-то бонусы накопились. И купить пароварку трехэтажную. У нас есть пароварка в мультиварке. Но он говорит, что лучше купить трехэтажную. Я решила купить лимон себе и тюти Дине. Я, наверное, еще возьму кабачковые икры. Это не против? Себе и тюти Дине. Где-то здесь. Она так в прошлый раз ей обрадовалась. Возьми лучше банку тушенки. Сделай картошку с тушенкой, размешай. Или макароны. Да, это идея. А где тут тушенка? Где-то здесь должно быть. Который раз замечаю, что это работает. Тот кефир, который стоит спереди, он до 14.01. А тот, который сзади, он до 16. Поэтому берем более свеженький для тюти Дины. Пожалуй, себе возьму. С молоком вообще оригинально. У нас спереди 15-ая, стоит 16-ая и сзади 17-ое число. Так, сейчас наберу булочек тюти Дине и нам. Вот таких кунцовских. Алиса как увидела булочки, выплюнула соску. Кричит, булочка? Прям так и сказала, булочка. Мы были в шоке. Дали ей жевать. Любит она. Сейчас буду сразу в два пакета делить. Напиток из шиповника еще решила купить тюти Дине и себе тоже. Вот что у нас получилось. Мы еще, знаете, что-то тюти Дине взяли. Мы еще чай ей взяли больше. И колбаску вареную. А мы, наверное, выйдем на улицу, Костя. Тут на проходе стоять тоже не очень. Тут наоборот дует. Костя понес пакеты в машину. А мы с Алисой его пока подождем. Пускай жует свою булочку. Вкусно, малыш. Вкусно тебе, да, Майсик? Любит булки такие. Надо было ей, наверное, что-то еще попить, купить. Захочет же. Наверное, сейчас забегу и сок возьму с трубочкой. А, тем более Костя же хочет попробовать бонусы использовать и купить пароварку. Он даже взял телефон. Какие-то накопились бонусы у нас с предыдущих покупок. Костя, надо еще забежать ей, наверное, соку взять. Она сейчас пить захочет. Мы же бутылочку не брали. Кстати, тут тоже до сих пор стоит елка. Наверное, тоже до старого нового года будет. Я, кстати, никогда не замечала. Вот в магазинах всегда появляются раньше елки. Костя, а когда их убирают в магазинах елки? Замечал? Костя в своих мыслях. Так, как тут перечи? Ты оба кулька в багажник поставил, Костя? Оба кулька в багажник? Да. В принципе, я взяла практически одинаково. Что тетя Дина, то и себе. Мы забежали в зоомагазин и встретили Вику с Машей. Все у нас с Викой хорошо. Да, мы дружим, Лена. Все нормально, не переживайте. Мы не поссорились. Мы просто очень заняты и нам некогда. Да. Так что вот так. Идем к тете Дине. У меня прям дежавю. Ты ее пакет взял, да? Представляете, не можем попасть в подъезд к тете Дине. И вот тут на ночь запирают еще. Вообще далеко не ночь, но он уже заперт. И что делать, не знаем. Снежком в окно запусти. Да ну еще окно разобьем. Здесь такие окна. Тетя Дина, в принципе, свет горит. Но он вряд ли меня увидит, если я иду кричать. Попробую постучать к тете Лене. Не, я туда, наверное, не пролезу еще, по-моему. Как дотянуться до окна. Тетя Лена. Она, если есть, то она аж с той стороны. Что надо с улицы, наверное, не исключать. Зачем они так рано запираются? Да, она есть. Тетя Лена, откройте подъезд. Спасибо. Ой, у меня такая собачка в детстве была. Ее звали Муха. Балонка. Это точно балонка. Гау-гау. Брат. Здрасте. О, спасибо. Мы к тете Дине. Полная темнота. Тут свет не зажигался. О, я гений. Лена. Мне тут нравится, как тебе Дина говорит. Да, Леночка, так всегда. Здрасте. Здрасте, тетя Дина. Подарки опять. Все, наварю. Дивите. Голубям? А? Голубям? Ну, крупу и... Ну, птичкам, да? Да. Каждый день, спроси, соседи. Так, я вам принесла тушенку. Я как? Тушенка с яловичиной. Овядина. Вот это квасоль, фасоль. В соусе. Ей можно открыть и кушать просто. Спасибо. И вам понравилась икра кабачкова? Еще на зилу. Еще одну принесла. Я думала, уже съела. Кефир еще принесла. О, кефир хороший. Так. Я кефир не... Булочки свеженькие. Ага. И колбаска вот сюда дуже хорошая. Вареная, самая хорошая. Попробуйте, очень вкусная. А, это вкусная. Очень вкусная, да. Так, лимончик. Ага. Сгущёнка. А что это за сгущёнка? Сгущённое молоко, хорошее тоже. Хорошее. И творог. Ага. Творог кушайте хороший тоже. Днепровский хлеб. Это какие творог? И молоко. Днепровский называется. Это хорошее. Я себе такое беру. Да. Вот. Ой, спасибо. Пришла узнать, как у вас здоровье. Вот я у меня боли, что не буду мазать. Может вас к врачу отвезти, тетя Дина? А? К врачу может отвезти. На машине. Она радикулит. На черте меня. Ну, может они что-то придумают. Нет? Я не хочу. Ты понимаешь, такой возраст, когда мы в машину. У меня баска в машину. Я только побежала за лекарством домой. Вот. Прихожу, он мертвый. Ну, да, такое. Ага. А он мне говорит, а что же вы хотели? Возраст, да, Илюш? Ну, да. Им операции не подлежит. Уже. А если мы сделаем операцию, да? Кран течет. Что ты хочешь? Да, кран течет, говорю. А, вон и текут все. Закручиваю. Так, тетя Дина, давайте я вам кастрюлик подарю. Хочете? Кого? Кастрюлик. А что ты кастрюлик? Ну, кастрюлик подарю вам, хотите? У вас такие кастрюли, что ужас, да. Я варю этих голубям. Ой, спасибо. Вы ж варите, да? Нужны кастрюльки вам? Ну, есть, я как тебе кастрюлька. Я вам куплю, подарю просто. Ну, подожду. Набор кастрюлик. Да не надо. Чего? Ростаржи, варенки. И кран надо купить. Нормальный. Вы что это за кран? Так, я думаю, что тетя Дине надо еще вот этот шкафчик поменять. Не надо, тут я буду выкидать. Ну, выкинуть, а вместо него надо что-то же поставить. Как же тут готовить, резать? Можно, дайте, вот эту тумбочку поставить. В ванной у тети Дины кран вообще страшно течет. Надо что-то с этим делать. Ты не хочешь накрыть? Не, не, у нас воды полно. Так, что я вас еще хотела спросить? Я сказала, что вы с меня фотографировали. Вот я же и фотографировала. Тетя Дина, вы купаетесь в горячей воде или нет? А я же. Ну, вы, казалось, газ экономите. Не, в горячей воде в ванну набирали. Хорошо. А что же экономить? Надо же помыть. Ну да, просто вы раньше говорили, что... Или что, вот у меня болит, когда попарится. Конечно, я вам и хотела сказать, что не надо экономить. Вы говорили холодной мось. Я думала, может, из-за этого и радикулить. Я не знаю, чем благодарить. Ничем меня не надо благодарить, Тетя Дина. Все, вышла я от тети Дины. И Костя тем временем без меня уже сходил, покормил свинок. Все хорошо у них? А, ты утром у них был, господи. Я же тебя спрашиваю, что ты с свинком ходил? Ты говоришь, что? Спрашивала у Тети Дины, моются ли они уже горячей водой. Говорит, уже моются. Раньше сэкономили. Газ, газ, дорого. Так, что там наша Масечка? Смотрит мультики. Смотрит мультики. Вот видите, как хорошо бабушку с собой брать. С кем бы мы оставили и хомяка, и лис? А я бы сама не дотащила. К Тете Дине тяжелый пакет. Ну что, мы уже дома. Я решила Тете Дине помочь. Купить ей кастрюли, как вы мне и советовали. Действительно. И поменять ей краны хочу. Потому что текут. И там у нее уже и унитаз течет. Но она хочет именно советский унитаз. Я ей искала по объявлениям. То есть, именно вот как в СССР делали. Вот такие. Их уже почти невозможно найти. Ну, будем искать еще. Тоже надо и унитаз ей поменять. Сейчас Алиске вон картошечка сделалась. Пойду мыть посуду. В общем, дома дел куча. Пойду ухаживать за животными. И вы слышали, что я сказала, что бабушка с хомяком сидела в машине. Так вот, у нас новый питомец появился. Смотрите об этом на канале Хомки. Всем пока.